Вчера на американском рынке наблюдалась кое-какая положительная динамика. Означает ли это завершение нисходящей коррекции? Пока что нет, но к этому нужно быть готовым. Эксперты вовсю прогнозируют возобновление роста индекса доллара, а в Европе нарастает энергетический кризис. Все это оказывает явное влияние на торги в азиатскую сессию. И мы предлагаем досмотреть до конца это видео с подробным обзором и аналитикой. В целом аналитики уверены, что индекс доллара должен укрепиться к концу года вслед за доходностями гособлигаций США. Таким образом, он может войти в диапазон между 94 и 96 пунктов. Однако перед этим в первой половине октября он может немного снизиться. Сейчас мы наблюдаем все-таки рост индекса после снижения в начале месяца. Торги пока что проходят на уровне 94.15, но до конца сегодняшнего дня котировки вполне могут вырасти до уровня 94.25. Вчерашний рост американского фондового рынка на 1% стал хорошим подспорьем для коррекционного роста пары доллара США и иены. Сегодня утром цена достигла целевого уровня 111.67. И сейчас есть риск разворота от него вниз к уровню поддержки на 110.67. Если разворот не произойдет, то рост продолжится еще дальше вплоть до отметки 112 пунктов. Именно такой сценарий сейчас является основным. А вот австралийский доллар с трудом продвигался вчера вверх, но уже сегодня он снова снизился. Торги продолжаются на уровне 0.7260. Для продолжения роста австралийская валюта нуждается во внешней поддержке, которая может усилиться в эти дни. Нефть и железная руда дорожают, а на рынке цветных металлов динамика смешанная. В целом, тренд остается восходящим, но без внешнего стимула торги будут продолжаться в ценовом диапазоне 0.7240 и 0.7320. До ближайших публикаций важных макроэкономических данных серьезных изменений не будет. Сейчас нужно лишь внимательнее следить за тем, как будут проходить торги на фондовом рынке США, так как это будет задавать вектор всем финансовым рынкам в целом. Ну на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!